Приветствую вас, Виктория, давайте разберем ваш текст. Предположим, что у меня есть огромный психологический блок на пути к замудрству. Это сильное половое влечение, проявляющееся в ежедневной сексуальной попредности. Одна ночь простой провозирует сильный всплеск желания, которое я потом неделю не могу угомонить. В связи с этим у меня ежедневная секс-разведка любыми путями, хоть с мужчиной, хоть без него. Так, ну, повышенное сексуальное желание, это вследствие тревожности, вот, соответственно, вы тревожност снимаете через саргат. Вот. Я бы спросил, почему это психологический блок к замудрству, но дальше вы поясняете, поэтому пока этот момент не трогать. А, значит, если мужчина приходящий, то когда его нет, я одна в кровати без свидетелей. И нет никаких преград этому. А вы свидетели? Ну, свидетели. Ну, в смысле, мужчина. В смысле, мужик. Ну, если выйти замуж, а там каждую ночь не дождёшься, будет простой, а значит, придётся ночиться. Во-первых, почему каждую ночь не дождёшься? То есть, ну, к примеру, да, мужчина может не захотеть каждую ночь, это безусловно. Но, вас удовлетворять, если вы сразу поставите себя как довольно требовательный партнёр секса, вас удовлетворять мужчина вполне себе будет. То есть, с этим, мне кажется, проблем никаких не может быть. Вопрос, правда, в другом, да? На какое именно удовлетворение согласитесь вы? И согласитесь ли вы, если это будет не классический секс? Но, в целом, поставить себя так, что вот мне нужен сексуальный, как бы, контакт каждую ночь, это ничего сложного, в этом нет. При том, что вы этого не стыдитесь, принимаете эту помощь и никак не оцениваете, не обесцениваете и прочее. Дальше. Да, значит, самой себя удовлетворить невозможно, и для того, что рядом лежит мочь. Почему? Да и унизительно, брак и самым удовлетворением занимаются чаще, чем сексу. Опять же, почему? То есть, это стереотипы какие-то у вас. Ну, статся двоотразными, и мочь может устать, в общем и целом, и... как бы, а... в целом, могут быть сложности какие-то, почему нет, то есть, это всё искусственные ограничения, которые, вот, ещё раз повторю, это стереотипы у вас. То есть, это всё стереотипы, плюс, это, вот, оглядка на социальный компонент, то есть, а что подумают люди, а как я буду выглядеть в глазах других людей, и прочее. Вот, вот, с этим ныне работают, поэтому, вот, неуверенность в себе, стерливость, страх, а... сравнивание себя с другими. Дальше. Исходя из этого, считаю, что мне замуж выйти невозможно. Ну, тут Кудряшов Игорь, Леонидович вам, в принципе, всё сказал более чем. Ээээ... Второй момент. Практиковщенный семейный сценарий. Много было неприятных моментов, которые могли заблокировать мне выход замуж в фиге, а зачем оно, вообще, замужество? То есть, вот, оно вам, для чего? Оно вам, ну, чтобы что? Оно вам, вообще, с какой целью, вот, замужество вам, вообще, нужно? Почему у вас идёт, ээээ, как бы, центрирование на замужестве, вот, какое значение оно для вас имеет, замужество? Дальше. Может быть такое, что психика специально сделала мне такое влечение, чтобы не пускать меня замуж. Нет. Влечение у вас за счет тревожности, а вот тревожность может быть по поводу замужества, это правда. Но, нет. Истинная причина в семейном сценарии. Вы откуда про Виктория семейный сценарий узнали? И зачем вы про него узнали? То есть, эта информация, извините, не для клиентов, это информация для специалистов, это знание для специалистов, вам это знание не поможет никак. Сейчас, то, что вы делаете, вы просто сбываете себе голову. Ну, абсолютно не нужным же информацией, и за счет терминов абстрагируйтесь от реальной проблемы. Что такое семейный сценарий? Почему он отягощен, и чем он отягощен? Давайте будем проживать, давайте будем разбираться. Так, значит, или эти вещи между собой не связаны? Какие вещи между собой не связаны? Блок на замучество и сексуальное желание? Нет, они могут быть связаны, они могут быть не связаны. Это будет проанализировано в процессе психотерапии, пока я не могу однозначно, например, сказать, что у вас между этими вещами есть связь. У вас очевидно есть тревожность. Тревожность повышена, соответственно, любви, но тоже повышена. Вы боитесь замучиться в результате неприятного опыта, негативного опыта, который у вас есть? Может ли тревожность быть по поводу этого самого негативного опыта? Да, может быть. Но с такой же вероятностью тревожность может быть и по поводу других вещей. С таким же, с такой же вероятностью желание замучества может быть одним из способов разрешить или снять эту самую тревожность. Вот. Так что, достаточно много вариантов здесь может быть. Понимаете, я ничего не могу с собой поделать, чтобы смотреть спокойно на нежиземный человек. И не надо. И не надо ничего с собой делать здесь. Вам просто необходимо, условно говоря, не запрещая себе ничего, да, позиционировать себя. Да, то есть, принять эту вашу особенность и с соответствующими партнерами, да, просто строить отношения и всё. То есть, ну, есть мужчины такие. Есть мужчины, которые, ну, вот, как я уже сказал, по разным, ну, по тем или иным причинам, да, не имеющие возможности, допустим, заниматься с этим человеком каждый день, они будут развивать в этом ничего такого нет. Вот, но если вы следите, если вы не уверены в себе, то мужчина это почувствует, и он будет вести себя соответствующим. Вот, это да, это очевидно, это факт. Эм, так, ну, что касается реальных физических мук, я вам, в принципе, верю. Вот, хотя, тут тоже есть нюансы, но это вообще больше, наверное, к сексологу. Вот, возможно, буду попрощаться. Вот, да, больше по психологии, соответственно, вот то, что я видел, да. То есть, глобально, это вот, что, обесценивание своих желаний и чувств по сравнению с мнением других людей, в кавычках. Мыслительные стереотипы, значит, заниженная самооценка. Вот, и, соответственно, вот у вас есть определенные страхи. Ну, я так полагаю, что здесь есть страх сближения, в первую очередь, с людьми. Вот, а секс, здесь он может выступать, в частности, как защита от сближения. То есть, вы можете, условно говоря, сексом отпугивать мужчин, да, то есть, предъявляя к ним, вот, непомерные сексуальные притуссания, вот, вы можете мужчин отпугивать. То есть, ну, такое, в принципе, тоже вполне может быть, я не уверен в этом, но, это вполне может быть, вот, то есть, в целом, нужно разбираться с вашей ситуацией более подробно. Нужно, чтобы вы все вот это вот рассказывали, чтобы вы меняли свое представление и касательно секса, и касательно отношений, и касательно самоудовлетворения, и вообще, потому, ну, мы живем, как бы, в 21 веке, да, и, в общем-то, отношение к сексу, оно сейчас гораздо более демократичное, чем было раньше. А у меня такое ощущение, что вы застряли в восприятии секса и занудества где-то вот там, даже не во времена Советского Союза, а где-то еще раньше, то есть, это, когда только под одеяло, и только в одной пуще, и все, вот, такое у меня ощущение возникло, возникло. Вот, то есть, как бы, вот, сексуальное желание здесь не было для вас чем-то еще, помимо самого сексуального желания. Вот, то есть, я не уверен, конечно, в этом, но, такой вот, такая, такая ситуация. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо.